Су-27 боевое применение. 13 сентября 1987 года во время перехвата над Баренцевым морем истребитель Су-27 ВВС СССР БН-36, пилотируемый старшим лейтенантом ВВ. Цимбалом, пресекая попытки сброса гидроакустических буйов, в зоне действия советских подводных лодок протаранил. Верхней частью хвостового оперения Су-27 пропеллеры четвертого двигателя норвежского самолета-разведчика Пи-3Б «Орион» БН-602. В результате удара обломки пропеллера пробили фюзеляж «Ориона», вызвав разгерметизацию. После этого Су-27 ушел на свой аэродром. А пилоты «Ориона» вызвали на помощь истребители F-16 и под их прикрытием совершили вынужденную посадку. Впервые в зоне боевых действий истребители Су-27 задействовались во время войны в Абхазии. 5 октября 1992 года четверка российских Су-27 пресекла высадку грузинского подкрепления из трех десантных вертолетов в Гантиаде, принудив их к посадке. Истребители принадлежали 171-му авиаполку, базировавшемуся в бомбарах примерно в 8 километрах от Сухуми 19 марта. 1993 года Су-27 ВВС России вылетел с аэродрома Гудаута на перехват двух воздушных целей, предположительно пары Су-25 ВВС Грузии, но цели обнаружены не были. При развороте для возвращения самолет по одной из версий был сбит зенитной ракетой в районе Эсшрома, Сухумского района. Летчик Вацлав шибко погиб, по другим данным самолет потерпел аварию, столкнувшись с землей в ходе войны грузинская сторона два раза заявляла, что российские Су-27 сбили два штурмовика грузинских ВВС. МО России. Было дано разрешение следовать в Тбилиси. По поводу нарушения воздушной границы отправлена нота протеста 15 января 1998 года пара российских истребителей Су-27 УП-61, экипаж В. Шакуров и Эсни Сынов и Су-27П-10, пилот А. Лейник, принудили к посадке на аэродроме Храброво-эстонский реактивный самолет Л-29 РНЕСЛЭ. Перехват происходил на предельно малых скоростях. Экипаж эстонского самолета, английские военные летчики Марк Джеффрис и Клайв Дэвидсон задержаны. Эту информацию не подтверждала 7 июня 1994 года пара российских истребителей Су-27 принудила к посадке американский транспортный самолет Л-120 Геркулес, который выполнял полет по заказу правительства США с грузом для посольства в Грузии. В процессе следования по маршруту Франкфурт-Тбилиси самолет вошел в воздушное пространство России не имея разрешения и на вызовы по радио не отвечал. Нарушитель был принужден к посадке в аэропорту Адлера. Через три часа после переговоров самолету сентября 1998 года российский Су-27 над Белым морем сбил разведывательный автоматический дрейфующий аэростат с февраля 2003 года США впервые после советского времени попытались использовать для разведки самолет Ю-2. Разведполеты проходили через территорию Грузии по направлению на российскую границу. Для предотвращения нарушения границы воздух поднимались истребители Су-27. Во время войны в Южной Осетии Су-27 совместно с Мега-29 контролировали воздушное пространство над Южной Осетией. После присоединения Крыма к Российской Федерации в 2014 году на южном направлении резко увеличилось количество разведывательных полетов самолетов НАТО. Истребители Су-27 и Су-30 стали основными истребителями, вылетавшими на их перехват. Например, за первые 8 месяцев 2017 года Су-30 перехватили около 120 самолетов-разведчиков, стоит отметить. Что возле северной и восточной границ истребители также довольно часто вылетают на перехват разведчиков. 24 января 2019 года российский Су-27 перехватил приближающийся к границе РФ шведский самолет-разведчик. Инцидент был над Балтийским морем. Российский истребитель Су-27 приблизился к цели, идентифицировал ее как летящий с выключенным транспондером самолет-разведчик ВВС Швеции Гольфстрим. Будучи обнаруженным и идентифицированным, шведский разведчик удалился от границы России, а успешно выполнивший задание Су-27 вернулся на аэродром-базирование. Всего с 2014 года истребителями Су-27 и Су-30 было перехвачено более 500 самолетов-разведчиков. Открытие огня не происходило. Российские истребители Су-27-3, Су-30, Су-33, с авианосца Адмирал Кузнецов, Су-35С. А также ударные Су-34 совершают боевые вылеты против объектов террористов на территории Сирии в ходе гражданской войны. ВВС Эфиопии В 1999-2000 годах несколько Су-27 принимали участие в Эфиопо-Эритрейской войне в составе ВВС Эфиопии. В воздушных боях они сбили три эритрейских МиГа-29, еще один МиГа, возможно, был списан из-за полученных повреждений, не понеся потерь. ВВС Украины Украинские истребители Су-27-831 бригады принимали участие в войне на востоке Украины летом 2014 года. К этому моменту парк украинских истребителей испытывал сильную нехватку запчастей. Россия ввела запрет на продажу запчастей Украине после продажи двух Су-27 США и одного Великобритании. Самолеты в ходе войны выполнили небольшое количество вылетов на прикрытие, разведку и нанесение бомбо-штурмовых ударов. Как указывали украинские исследователи, эффективность ударов по наземным целям оказалась низкой из-за недостаточной подготовки летчиков. 2 июня 2014 года Су-27 БН-27 ВВС Украины, пилотируемый ПКОМС Аялишевым, был подбит огнем 14,5 м пулемета при проведении воздушной разведки в районе Луганска. Пилот увел незначительно поврежденный самолет на аэродром в Мергороде. Рекорды. 27 октября 1986 года летчик-испытатель Виктор Пугачев на специально подготовленной модификации П-42 установил мировой рекорд времени подъема на высоту 3000 метров 25,4 секунды. 15 ноября 1986 года летчик достиг 6000 метров за 37,1 секунды, 9000 метров за 47 секунд, 12000 метров за 58. 1 секунды 11 марта 1987 года летчик-испытатель Николай Садовников достиг высоты 15000 метров за 76 секунд. Спасибо за просмотр.